Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах парагон, а целью этого видео будет донесение до новичков, ну или не совсем новичков, а те, кто подзабыл некую информацию, а именно о том, что из себя представляет парагон и как играть немного результативнее. И, в принципе, получать меньше негатива от игры. Так что, как вы поняли из названия видео, я вам расскажу о 10 советах, которые ставят вам шестеренки на место. Ну и для начала начнем с главного. Изучайте героев. Разумеется, я не говорю вам играть только с ботами или сидеть только на полигоне, но не поленитесь буквально раз в денек, хотя вот перед тем, как вы заходите играть, на 5-10 минут зайти в полигон и пощелкать там некоторых персонажей. Не обязательно всех, пощелкайте там 2-3-4 персонажей, изучите их способности, потому что у разных героев, соответственно, разные способности, у них разные способы применения, даже у одних и тех же способностей есть разные способы применения. Например, тот же камень рампаги, вы его можете просто взять и кинуть. Во время ульты камень срабатывает быстро, его не надо брать в руку. Если вы возьмете камень в руку и нажмете правую клавишу мыши, у вас персонаж прыгнет и нанесет урон со станом. Изучая свои способности и способности других персонажей, вы будете уже в игре понимать, что ожидать от себя, от своих союзников и от противников. Также к этому совету дополнительно скажу еще изучать предметы. Понятное дело, не надо их запоминать, потому что во время игры они на самом деле запоминаются гораздо лучше. Но хотя бы читайте. Читайте описание предметов даже в игре. Когда вас убили, например, или вы вернулись на базу, постоянное прочтение предметов будет откладывать их у вас в голове и, соответственно, привязывать их к определенной картинке. И рано или поздно вы запомните все предметы, что они дают, а самое главное, нужны ли вам или нет. Второй совет относится более к психологической составляющей. Не лезьте в соревновательные игры. Да, хоть там и написано, что открывается по достижению пятого уровня, но если вы не знаете персонажей, если вы не знаете предметов, если вы не знаете, как действовать на определенные роли, не заходите в ранговые. Это вам не нужно. Не портите игру ни себе, ни людям. Вы будете сливаться, вас будут оскорблять, вы будете от этого бомбить. Но оно вам надо. Играйте в обычных боях, пока не поймете, что вы уже в большей степени все знаете и можете действительно что-то противопоставить другим игрокам. Идем дальше. Уж поверьте, половина победы это правильный пик. Если же вы новичок, то не ждите тайминг до конца, пикайте сразу. Если вы захотели пойти на керри или леснике, то сразу выбирайте этого персонажа. Не ждите до конца тайминга, потому что в игре могут оказаться люди, которые более скилловые. Соответственно, они могут увидеть, что вы пикнули, и подстроить свой выбор под команду. Следующая пара советов касается выживаемости. И четвертый совет. Покупайте варды. В игре нет такого понятия, как в дотке, что варды покупает только саппорт. Хотя, на самом деле, нормальные ребята прекрасно понимают и в доте, что варды не обязательно должны покупать только саппорт. Но! Тут же варды должны покупать все. Не просто могут, должны. Потому что варды — это отличная защита от гангов, контроль территории, контроль усилений, да и, в принципе, знать информацию на карте очень полезно. Отсюда вытекает и пятый совет. Смотрите на карту. Постоянно! Вот приучите себя там раз в 2 секунды, раз в 3 секунды смотреть постоянно на карту. Косоглазие развейте себе, не знаю. Один глаз на вас, второй на Кавказ. Куда хотите, смотрите, но вы всегда должны смотреть на карту и следить за ситуацией. Постоянно давайте информацию своим союзникам, что кто-то ушел из вашей линии или кто-то выдвигается на другую линию, если там, мало ли, ваш союзник не видит. Если вы играете с друзьями, разумеется, голосом. Если вы играете с рандомами, то пингуйте. На клавише C и F есть быстрые сообщения. Даже если вдруг союзник не спасется, то это как минимум обезопасит вас от хейта в вашу сторону. Потому что если вы не оповестите, что кто-то ушел с вашей линии и ваш союзник сольется, уже через 1 десятую секунды он будет гневно встрочить в чат. Где это все, сука, пиздер, блять? Оно вам надо. Идем дальше. Шестой совет у нас относится к таймингам. Следите за усилениями, которые появляются на карте. Лесник обычно занимается красным и синим усилением. Красное дает увеличение атаки на 10%, плюс замедление противников, плюс дополнительный фиксированный урон в районе 50%. На начальных этапах дает действительно огромный босс леснику и помогает добивать киллы. Синий же увеличивает магическую атаку на 10%, восстанавливает ману, а также дает щит на 300 единиц. У хардлайнера усиление увеличивает на 15 секунд восстановления здоровья на 12 единиц. На изи-лайне фиолетовое усиление уже увеличивает восстановление маны на 10 единиц. Ну а у мидера есть муха, которая восстанавливает 300 единиц маны. Также не забывайте про подчиненного стража, самого стража, ну и оленей. Первый олень появляется на пятой минуте, стража появляется на восьмой минуте. И имейте ввиду, подчиненного можно успеть убить несколько раз. Соответственно, на вот таких вот ребят вы можете вызвать несколько штук. Потому что на 20-й минуте появится уже полноценный страж, и он будет наносить урон просто всем постройкам противника. Но для того, чтобы это делать, седьмой совет. Гонгайте, роумите и перетягивайтесь. Помогайте своим союзникам. Карта маленькая, можно везде помочь и везде успеть. Да, конечно, фарм это великолепная вещь, но поверьте, перетянуться и помочь не умереть союзнику, а может даже и убить противника, гораздо выгоднее, чем зафармить трех-четырех крипов. К тому же на карте есть порталы, которые позволят вам перемещаться с одного края карты на другой гораздо быстрее. Жаль, конечно, только то, что они пропускают только одного человека, но и активируются они, конечно, тоже не с самого старта игры, а только с восьмой минуты. Поэтому первые восемь минут перейдется перетягиваться ножками, ну а потом уже можно пользоваться порталами. Следующий совет уже немножко посерьезнее, требует аналитического склада ума, а именно, не собирайтесь исключительно по рекомендациям. Следите за ситуацией в бою. Понятное дело, что это уже больше совет, когда вы разберетесь с большей частью предметов и поймете, как они работают. Но играя, к примеру, на керри, не обязательно сразу собирать себе десерт фанатика. Да, предмет, разумеется, хороший, добавляет выживаемости, но если у вас все хорошо на линии, у вас хороший саппорт, вам гонгает ваш лесник, соберите себе просто меч распада, меч хлыст и возьмите там какой-нибудь себе священный клинок королевства или бензопилу ситара и будет вам счастье. Вы понадейтесь на команду, хотя иногда они те еще долбоебы. Девятый совет. Пушьте линии. Не акцентируйте внимание только на убийствах. Игру побеждает не тот, кто больше убил врагов, а тот-то снес ядро. Вот реально, вот один неудачный файт может просто перевернуть победную игру в поражение. Потому что, в отличие от других моб, например, доты и лол, в парагоне есть определенная система камбэка, соответственно, у вас ингибиторы восстанавливаются. Соответственно, если вы затянете игру и, ну, снесете, допустим, ингибиторы и дальше не пойдете до конца, они восстановят себе ингибиторы и могут снести ваше и даже ядро. Ну и последний совет, самый главный, не злитесь и получайте удовольствие от игры. Негатив будет вас только больше угнетать. Имейте в виду, в игре есть как и трусодроты, так и новички, поэтому совет всем, задроты, не агрессируйте, помните, что вы тоже были когда-то новичками. А новички, не обращайте внимания на оскорбления. Если вам указали на ошибку, просто возьмите на карандаш, но если еще при этом вас и оскорбили, то не нужно с пены у рта начинать строчить в ответ, пропустите это мимо, потому что пока вы пишете, ваш герой стоит и ничего не делает. Ну и бонусный совет для тех, кто хочет немножко улучшить картинку в игре, потому что, если заметили, там есть такое вот небольшое мульцо, нажимаете WinR, вставляете путь к конфигурационным файлам игры, я его оставлю в описании, открываете там файл engine.ini или ставите в самый низ, добавляете сюда вот такую строчку, я ее тоже оставлю в описании, она добавит не такой вот непонятной контрастности и четкости. Здесь вместо четверки, вот у меня считает четверка, вы можете использовать любое число от нуля до десяти. Разумеется, чем больше число, тем, соответственно, будет больше эта контрастность, но, смотрите, будет рябить в глазах, если вы ставите десятку. Ну и на этом все, друзья, я надеюсь, это видео было вам полезным, если это так, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, также стримы, и играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok